Ваш вопрос построен на очень поверхностных и неверных представлениях о духовных явлениях, что, в общем-то, можно себе представить, что много людей не знают об этом. И еще, конечно, очень прошу не обижаться на меня, я стараюсь отвечать, стараюсь так делать, действительно искренне и очень доброжелательно, и к Вам тоже, так что я уверен, что Вы не обидитесь. В конце концов, мы же учимся, и Вы послали мне вопросы не потому, что Вы много знаете, а потому, что Вы хотите узнать больше. Так я думаю, по крайней мере. Да, теперь, значит, надо распутать этот клуб. Сначала про Машеха. Весь Ваш вопрос, в общем-то, построен на этих детских представлениях, что сейчас время нехорошее, но вот придет Машех и будет хорошо. Мысль неплохая, конечно. Но что такое придет Машех? Детское представление – это такое, знаете, директор детского сада, директор завода. Вот завод плохо работает, какой-то директор организации, фирмы плохо работает. Приходит директор, наводит порядок, все хорошо. Так и здесь. Люди живут не очень правильно. Войны, беды, гулок и прочее. Приходит некий человек, который будет во главе всего человечества. Ну и с помощью, конечно, таких правильных вещей, как появится храм, служение, может быть, Всевышний, он наладит хорошее и будет хорошо. В этом рассказе, кто еще сказал, много правды, но очень много неправильного. А именно, приход в Машех – это многослойный процесс. Я так выражаюсь. Многослойный процесс. Среди этого, на начальном этапе, на некоторых начальном этапе, может быть, не сразу, в том числе и будет пирамида управления миром. То есть, человечество, скажем так. Тех, кто готов к духовной работе, конечно, это наш народ, и те, кто готовы, и те, кто будут включены в это. И те, кто не будут включены, как говорится, будет плохо тогда им, потому что они не хотят делать хорошее, и будет тогда плохо. Но это только маленькая часть ситуации. На самом деле, начнется, скорее всего, с каскада удивительных событий. Потом появится вот эта пирамида, и какой-то великий, праведный, просветленный совершенно человек. Мы даже не можем представить себе, кто и как. Это одновременно и мудрец Торы, и праведник, и прочее. Сразу при этом, вокруг этого всего, будут такие явления, как храм, который выйдет из духовного пространства, как-то будет выдавлен, и окажется уже на горе, на храму и горе Верусалиме. Возникнут, вообще, то, что называют, каскад этих событий. Совершенно невероятно. Мы не можем себе представить даже, что это будет. Потом, конечно, появится такое явление, мы будем свидетелем этому, как возрождение умерших. Кто из нас может понять, что это такое? Ясно, что никто. И возникают такие вопросы, на них даже не надо отвечать, потому что мы не можем понять это. Это совершенно необязательно представлять так, что вот из могил выходят умершие люди, скелеты, которые потом оденутся в одежду и будут ходить по улице. Это не так. И это еще не все. Все, что я описываю, это, в общем-то, граница шестого тысячелетия. Мы сейчас, вы знаете, в 1776 году говорим, а время тогда будет другое. Поэтому завершение шестого тысячелетия может быть уже через месяц или через три года или через двадцать лет. Это действительно все ближе и ближе. Но потом, и вот то, что я описывал, произойдет вот на этом стыке с седьмым тысячелетия. И аналог седьмого тысячелетия могут понять только те, кто правильно духовно соблюдает субботу. Потому что суббота – это нечто вроде, в каком-то смысле, одна шестидесятая седьмого тысячелетия. Но есть какие-то представления. Тот, кто не наблюдает субботу, даже представить этого не может. А там, видите, на чуть-чуть может представить. Это седьмое тысячелетие. Потом мы перейдем в восьмое тысячелетие, в котором уже материальная сторона мира будет истончена до невозможности, до прозрачности совершенно. И поэтому вообще материальный мир и законы физики и прочее прочее перестанут существовать. И тогда примерно на стыке седьмого-восьмого тысячелетия то, что вы называете словом ад или гееном на иврите. Я не хочу это обсуждать, и на сайте есть много ответов на эту тему, но это не будет тема нашего обсуждения сегодня. Сегодня это место духовное, и на самом деле это не какое-то здание или остров на земле или что-то, а это духовное место многоэтажное, многослойное. Опять не хочется об этом говорить, но оно есть сегодня уже. Та же какие обратные, это по-русски называется слово рай, ганеда на иврите, тоже есть сегодня во многих слоях. И в каждом из этого слоя, будем говорить о негативной стороне, ад, гееном, это все будет тоже истончаться параллельно всему. Тоже переходить на уровень уже такого, знаете, слабого свечения, слабого исчезновения. То есть те души, которые будут страдать, заодно скажут, что в аду отнюдь не жарят на сковородке и не варят в кипящем котле. Все эти сказки во всяких религиях, мы совершенно не об этом говорим. Страдания невероятно тяжелые будут и есть сегодня в аду. Но это не страдания котла или сковородки. Это совершенно другое страдание, намного более сильное. когда душа твердо знает, где она могла бы быть и там не находится. И каждая секунда, что она там не находится, очень полезная для души. И самое тяжелое, когда ты видишь и не можешь достать это. Потому что там нет границ. Там будет видно, что понятно, что это нехорошее место, этот ад. И понятно, что можно было быть не там. Кстати, евреи и не евреи. Попутно еще раз повторю. Это очень важная мысль. Мне важно донести. Смотрите, очень многие в мире, можно смело говорить, даже большинство в мире, не любят евреев, ненавидят наш народ. Хотят его плохого, скажем так. А ведь мы единственный народ. И наша Тора это единственное учение в мире, которое не перекрывает другим людям, народам, индивидуумам. Никакому индивидууму, никакому не еврею не перекрыта дорога в рай. И это не в рамках перехода в иудаизм, как говорят, перехода в нашу веру, присоединения к нашему народу. Это все религии могут так говорить. Пока ты там, ты как там у них, не крещеный, в преисподнюю, мусульман, та же самая идея. А у нас этого нет совершенно. Ты не еврей, у тебя дорога в рай. Не надо быть евреем, не надо там этого иудаизма, надо быть человеком. Не надо разрушать мир, не надо убивать, не надо воевать, не надо ненавидеть и так далее, и так далее. И тогда у тебя, у нееврея, дорога в рай. Назовите мне еще религию, которая так относится к другим. Это только мы. Потому что мы и не придумали свою религию. Поскольку нам дал ее Всевышний. Это же очень простая логика, подумайте сами. Все наше мировоззрение, все абсолютно, нам дал ее, это его творец мира. Так творец мира смотрит на творение. Скажите сами, хорошо или плохо? Конечно хорошо, это же его творение. Поэтому он не мог нам дать религию, которая к неевреям будет относиться плохо. Не может такого быть. К поступкам неевреям будут относиться плохо. К убийствам, к антисемитизму, конечно. К ненависти вообще, к грабежам, к насилиям, к воровству, к материализму, к свинству будет относиться плохо. Но от того, что человек не еврей, почему же к нему относиться плохо? Так вот, найдите еще такую религию. А нельзя ее найти. Потому что, если бы мы ее придумали, мы же не умнее других. Придумали бы, как и те религии. Любая религия, мы бы то же самое придумали. Но мы ее не придумали. Далый Творец мира. Поэтому не евреи тоже имеют дорогу в браке. Но, конечно, не все. По простой причине. Потому что человек не рождается для того, чтобы хулиганить здесь. Хулиганить в духовном смысле, хулиганить в материальном смысле. Для того, чтобы стремиться к Всевышнему. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то больше, кто-то меньше. Не важно. Но надо стремиться. И вот, если это происходит, то тогда дорога в рай открыта. А в ад. И вот вы выражаете некую жалость в отношении к этим душам людей. Можно очень понять. И вообще, когда человек жалеет кого-то, это обычно и импульс такой. Инстинкт такой. Он положительный. Он говорит, хорошо о человеке, хорошо о вас. Но говорить, что это отражает картину мира, что это мудро. Опять, не обижайтесь на меня. Что это мудро, что это правильно, совершенно не обязательно. Что такое душа, мы с вами не очень понимаем. Что такое страдание души, мы не очень понимаем. Может быть, вот это страдание, которое будет в восьмом тысячелетии. И оно и сегодня есть. Потому что человек умирает сегодня, и его душа направляется, среди прочего, в эти вот плохие места, которые называются гейнам или ад по-русски и так далее. Я говорю, без сковородок и без этих котлов. Но они очень неприятные места. Невероятно. Потому что ты понимаешь, что ты пропустил, ты прозевал. Теперь ты зависишь от других. И еще что, они тебе тоже не все могут сделать. В нашей работе мы учитываем это. И у нас это говорится, когда мы, евреи, живем как евреи, как следует, то мы помогаем евреям, конечно, тех, кого нет, тех, кто есть. А также и не евреям. Тем душам, не совсем жестоко испорченным, а таким, которые испорчены, тоже несколько прочистят ситуацию. Нет, так все просто нельзя. Нельзя хулиганить, убивать и грабить, а потом надеяться, что еврейский народ будет помогать переходить из плохого места в хорошее. Но, по крайней мере, общее состояние мира, духовных миров, будет все более улучшаться всей нашей работой. Поэтому туда будет перепадать тоже. Это более сложно, чем то, что я сейчас говорю. Я прямо хочу сказать. Но какой-то нюанс мне хотелось бы передать, какое-то такое чувство, мысль. Поэтому жалеть людей неправильных и нехороших можно. Даже это и не нужно. Но думать, что просто на уровне жалости будет правильно, понятно, что это неправильно. Почему? Потому что если просто вычеркнуть из всяких усилий со стороны человека, вычеркнуть то плохое, что он сделал, то его душа не поймет, что происходит. Его душа этого человека первая будет возмущаться. Потому что это нарушение справедливости мира, нарушение устройства мира. Это медвежья услуга. И душа должна очищаться. Поэтому совсем не нужно думать, что вот наступят хорошие времена, аннулируется ад и все будет хорошо. Это не так. Часть душ, примерно четыре из таких разделов, четыре канала, по которым душа неявлеев поднимается на веру. Самые близкие к центральному каналу служения Всевышнему, вот из этих четырех тот, кто самый близкий, они постепенно перейдут в правильное и попадут в рай. А с другой стороны, самая отдаленная, самая вот эта четвертая группа, она никуда не может попасть. Потому что уже очень много крови на руках, очень много зла, очень много убийств и грабежей и прочего. И для поклонства жесточайшего, тупого, хамского. А куда ей попасть? То есть все, что будет с этой четвертой группой, это по мере нашего человечества роста вверх, там тоже будет происходить истончение. И эти души там будут бледнеть, слабеть и то, что надо тихо уходить в небытие. Вы скажете, жалко их, как вы там написали, ни одна душа не пропала. А почему вы думаете, что она пропала? А то, что я говорю, они будут уходить в небытие, как вы думаете, что она пропала? Мы просто не можем представить себе, что это такое, для чего это и так далее и так далее. Например, есть деревья. Мы их нарубили. Законным образом все. Поленья. Мы на этих поленьях разожгли костер. Поджарили что-то, сварили суп, накормили людей. Эти поленья зря были на свете или есть десятки людей, благодаря этому укрепились, где-то, может быть, затерялись в лесу и благодаря этому остались живы. Сколько добрых дел в мире благодаря этим пареньям произошло. Так это плохо или не хорошо, что они сгорели? Это пример примитивнейший. Я просто хотел показать, что это все не так, что там жалко и так далее. Вот, может быть, все, что я хотел сказать здесь. Опять повторю, надеюсь, вы не обиделись на меня никак. Я думаю, что мы знали много нового. Я думаю, что всеми, кто слушает ответ, я думаю, зарядились определенным оптимизмом, определенным положительным отношением к людям, к евреям, к неевреям. Правильно положить. Относиться хорошо, допустим, к неевреям не означает, что нужно относиться хорошо к ужасным делам, которые делаются или делаются. Дело не в этом. Но главное, чтобы не было расизма, предвзятости и ненависти. Это страшно примитивные вещи. И должно быть. Я надеюсь, что этот ответ помог. А если он помог вам, я обращаюсь к вам с маленькой буквы, ко всем обращаюсь. То разошлите линк другим людям. У каждого есть много знакомых. И это не стоит повторять. Много знакомых есть, или коллег, или прочих, кому это все может быть очень интересно. Это все очень необычно. И об этом редко говорят. Потому что понятно, что мало знают. Или говорят, к сожалению, иногда просто, ну скажем мягко, давайте будем по-доброму говорить сегодня. Детские сказки. Для детей это неплохо иногда бывает. Ну там, знаете, в возрасте до 9 лет может быть. Мы же взрослые люди. Нам уже надо жить не сказками, а чем-то другим. Всего доброго, до свидания и хорошего настроения.